Привет, приветствую вас и хотел бы задать несколько вопросов, которые помогут вам понять, в какую сторону двигаться. Ну, во-первых, то, что вы скромные, мало общаетесь с людьми, это отчасти, отчасти, даже плюс. Потому что общение с людьми не открытое, да, а вот такое вот, когда выжил человек, упускает свой мир, никого попало, а лишь только тех, кто действительно вам нравится, кому вы доверяете, это качество хорошее. Но его нужно отделять, и отделять довольно грамотно от стеснения, от страха перед другими людьми и от неуверенности в себе. То есть, в первую очередь, нужно понять, вот эта ваша скромность, она откуда вообще появилась, какие у нее имеются корни, стало ли это следствием вашего определенного комплекса, и тогда комплекс нужно проработать. Стало ли это следствием ваших детско-родительских отношений, и тогда детско-родительские отношения называются проработкой. Стало ли это следствием негативного опыта когда-то, с кем-то из людей, и тогда тот опыт нужно прорабатывать, переосмысливать его, понимать причины и так далее. Далее необходимо говорить о том, что человек способен выступать полноправным партнером в отношениях, и если он выступает хорошо, как минимум в двух из трех своих ипостасах. Первое это природный, и здесь можно говорить о выделении себя из среды, то есть некая индивидуализированность по сравнению с окружающим вас миром, и четкое представление о себе, о своих физиологических природных особенностях. Если этого представления у вас нет, то вам довольно сложно будет пользоваться своими слабыми и сильными сторонами. Далее, то же самое только на социальном уровне, то есть говоря о социальном уровне хочется сказать, что это взаимодействие с другими людьми. Общаясь с людьми, вы познаете себя. Общаясь с новыми людьми, вы познаете себя по-новому. И если вы не хотите или с трудом общаться с другими людьми, то это означает, что вы либо боитесь себя познать, либо не умеете общаться, не умеете строить диалог. Развитие коммуникационных навыков напрямую связано как с самооценкой, так и с вашими возможностями интеллектуального характера. Если говорить о личных отношениях, то в первую очередь необходимо дать себе отсчет в том, что вы можете предложить мужчине. Под что вы можете ему предложить. Почему он будет именно с вами? В чем ваша изумерска? В чем ваша индивидуальность? В чем ваша привлекательность для мужчин? Постарайтесь над этим вопросом подумать. В обязательном порядке нужно определить, что вы хотите от мужчин. То есть какой мужчина вам нравится? Какой может быть тип? Какой может быть склад? Или просто назвать критерии мужчины, которого вы бы себе хотели. При одной важной оговорке. То есть мужчина реальный. То есть он не идеализированный в личном фильме. Это человек, которого действительно реально встретить в мире. В вашем мире. В вашем кругу. В общем. Если у вас есть образ мужчины и его идеал, то необходимо все грамотно, правильно соотносить идеал с реальным миром. И понимать, что к идеалу стремятся, но не достигают. Идеал есть путь, есть стимул к развитию. Но не самоцель. А самоцель это реальный человек. А дальше нужно сказать так, еще немного про социальный уровень. Что для того, чтобы вам лучше понимать себя, нужно сопоставлять себя с другими. То есть сопоставлять себя с другими, понимать, что не так, что так, что нравится, что не нравится, что бы вы хотели улучшить и так далее. И уже это вы будете сопоставлять со своими действиями. Понимая в какую сторону эти действия корректировать. Далее. Если говорить именно о роли женщины, то вам необходимо с этой ролью, конечно же, определить в каком плане. Во-первых, какое место в отношениях вы хотели бы заниматься и почему. Равноправное, лидирующее, подчиненное. Чем это обусловить? И мужчину, соответственно, вам нужно выбирать такого, который бы соответствовал вашим представлениям именно о месте в отношениях. Далее. Далее, наверное, самое главное, что хочется сказать. Это главное касается образца женского поведения. Обычно у женщины образцом такого поведения, первым образцом, является мать. А дальше кто-то еще. Если у вас такого образца не было, или он был неправильный, или он не приносит вам удовлетворения, не приносит вам успешности, то необходимо этот образ найти. Найти такой идеал женского поведения, которому вы бы хотели следовать. На который вы бы равнялись, из которого вы бы перенимали базовые поведенческие алгоритмы, последствия сопоставляли бы эти алгоритмы с собой, себя со своими действиями, тем самым понимая, что для вас приемлемо, а что нет. Потому что, возможно, из-за отсутствия этого образца женского поведения, у вас отсутствует вообще идентификация себя как женщины. И вот это как бы упрощенная форма того, как можно научиться быть женщиной. Потому что, на самом деле, это разбивается на несколько элементов, на несколько частей. Но, в целом, если говорить в собирательном контексте, то вам нужно сделать так. Ну и, наконец, да. Поскольку общение, и общение любое, оно строится изначально с обмена знаками, с обмена информацией, то нужно, чтобы у вас было достаточно информации для того, чтобы вести диалог. Конструктивный, непринужденный диалог, показывающий бы ваши интересы, ваши склонности, ваше увлечение, хобби, желания, идеалы и так далее. То есть, необходимо опредметить свои потенциальные возможности стремления, желания и так далее через интеллектуальное выражение. Для этого необходимо развиваться интеллектуально, получать свой кругозор и так далее, и так далее, и так далее. И вот, в принципе, таким, таких, точнее, элементов вам необходимо придерживаться для того, чтобы наладить свое взаимодействие с мужчинами и с окружающими людьми вообще. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.